Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога на платформе YouTube врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статей из сборника по неврологии, невропатологии, психологии и психиатрии, посвященной сорокалетию научно-педагогической и врачебной деятельности профессора Григория Ивановича Рассалима. Этот большой сборник, толстое такое издание, тиражом в тысячу экземпляров, был издан в Москве в 1925 году. В данном аудио-видео-отрезке я буду читать короткий перевод статьи профессора Освальда Бумке из Лейпцига, то есть он был зав. кафедры психиатрии, и в Мюнхене, то есть в Мюнхенском университете и в Лейпцигском. Экзогенные реактивные формы психиатрии. За последние годы в психиатрии установилось деление психических заболеваний на две группы. Эндогенные или функциональные заболевания и экзогенные или органические. Я потом в конце дам пояснение. Почему? Потому что это не совсем так. Психогены, эндогены или функциональные, или экзогенные, или органические. Это вот рассматривалось в 1924-1925 годах. Сейчас это несколько иначе выглядит. К первой группе, то есть функциональных эндогенов, относятся все заболевания, основа которых кроется во врожденных конституциях. Они представляют собой лишь количественные отклонения от нормального состояния. Так, сюда автор относит все истерические, маниакально-депрессивные, параноидальные состояния. Ко второй группе относятся экзогенные, органические, реактивные формы, которые вносят в психику качественные изменения. Причины, вызывающие нарушения, очень разнообразные – первичные и вторичные заболевания мозга, повреждения механического, базомоторного и токсического характера. В литературе проводилась точка зрения, что и симптомокомплекс этих заболеваний столь же разнообразен, как и этиология. Новейшие данные Бонхефер указывают, что, несмотря на разнообразие причин, психиатрическая картина заболевания очень однообразная. Закономерно повторяющимся синдрому как-то бреду, эпилептическому возбуждению, сумеречному состоянию, галлюцинациям соответствует и типическое течение заболевания. Критическое элитическое падение, амнестические фазы корсаковского типа, острый бред и менингизм. Штерц установил в этих реактивных формах основные или обязательные симптомы и случайные. К первым он относит затемнение сознания в связи с общим нарушением мозговой деятельности. Психические процессы протекают спутанно, неясно, как во сне. Процессы представления, аффективные и волевые, то понижены, то повышены, но связь между ними сохранена. Часто к этому состоянию присоединяется галлюцинация и бред. Можно также констатировать нарушение памяти, восприимчивость и репродукция, то есть амнестический симптомокомплект. В тяжелых случаях это переходит в органическое слабоумие, в легких случаях – в невростеническое состояние. К случайным симптомам Штерц относят эпилептическое возбуждение, маниакально-депрессивное, галлюцинаторное, параноидное, кататоническое состояние, причем это зависит от индивидуальных конституциональных особенностей. По мнению автора, в основе эта мысль правильна, но можно ли ее всецело провести, остается открытым вопросом. Многие случайные признаки неравноценны и ближе подходят к основным симптомам. Автор указывает, что шизофренические явления относятся к экзогенам, реактивным формам, но вместе с тем мы встречаемся с ними и в симптоматических психозах. Правильное признать, что реактивные формы проявляются там, где для этого существует врожденное предрасположение. Вот здесь-то как раз и зарыта собака. Вот ключ к ответу на вопрос, что такое экзогенное или что такое эндогенное. Но я потом разъясню. Одна и та же причина в одних случаях вызывает скоро приходящий симптоматический психоз, в других же неизлечимое душевное заболевание с дефектом. Многие душевные заболевания можно лишь объяснить взаимодействием экзогенных и эндогенных фактов. Но что еще важнее, то это то, что экзогенные реактивные формы зависят от конституции больного. Вот тут опять тоже ответ, ключ к ответу. Но еще важнее, что экзогенные реактивные формы зависят от конституции больного, то есть от эндогена. Так, например, многие дети на каждое повышение температуры реагируют бредом и потерей сознания. Многие взрослые на небольшие дозы алкоголя с сильным возбуждением. Клейст указывает, что многие имеют предрасположение к симптоматическим психозам и при инфекциях неоднократно заболевают такой формой. В зависимости от этого очень трудно отграничить экзогенные и эндогенные синдромы. И не надо их отграничивать. Они похожи, что экзогенные, что эндогенные. А вот происхождение экзогенной и эндогенной – это имеет значение. Иногда экзогенные причины вызывают эндогенные функциональные психозы. Хотя такие случаи встречаются не особенно часто, и значения экзогенных реактивных форм этим не умаляются. И они имеют свою закономерность. То, что психиатрии называются органическими психозами, есть ничто и мое, как перешедшие в хроническую форму экзогенные реактивные заболевания. Ну, вот такая статья. Это известный психиатр Бумке. Правда, скомпрометировал себя во время войны. Он сотрудничал с нацистами, не знаю там в каких отраслях. В программе ТЭПО, эвтаназии психически и душевно больных, или инвалидов. Или участвовал, не знаю, в каких других проектах. Там стерилизации и так далее, и так далее. Но это видный, видный психиатр. Вот, значит, девятнадцатого и, скорее всего, первой половины двадцатого столетия. Теперь я хочу объяснить. Вы понимаете, вот я сейчас прочел, скажем так, очень трудно понять. Это, конечно, короткий перевод. Значит, на немецком языке он гораздо длиннее. И вот статья, ну, это квинтэссенция. Сделал, конечно, знаток немецкого языка и, конечно, врач-психиатр. Вот, я хотел перевести, потом думаю, это будет долго, это будет нудно. Вот, и будет неуклюже и нелитературно. Вот, значит, что я хочу сказать по вопросу экзогены и эндогены. Значит, как статья называется, экзогены и реактивные формы экзогены в психиатрии. Значит, что мы понимаем, я немножко расширю. Вот, как я это понимаю, вот, и выскажу свою точку зрения. Значит, действительно, психические расстройства делятся на две большие группы. Эндогены и экзогены. Хотя такое деление неправильно, в принципе. Значит, что мы подразумеваем или имеем в виду под эндогенными душевными расстройствами? Под эндогенными душевными расстройствами мы имеем следующее заболевание душевное. Когда у человека нет никаких экзогенных стрессовых проблем. Значит, стресс. Психо-стресс. Все у него хорошо, все у него замечательно, все у него прекрасно, все у него великолепно. Да? Живи и радуйся. Все завидуют тебе. Хорошие дети, хорошая семья, хорошая профессия, хороший социальный статус и так далее, и тому подобное. Материальный достаток и так далее. И вот человек на фоне этой хорошей, спокойной, прекрасной жизни дает нам то ли депрессию, то ли тревожнофобическое расстройство, то ли шизофрения, то ли психоз, скажем так, психоз. Значит, без каких-то внешних факторов. Но говорить о том, что экзогенные заболевания имеют только одну причину, то есть в виде психогенного стресса, это неправильно. Это неправильно. Значит, психогенный стресс – это одна из экзогенных причин внешних. Инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания, неважно, общие или инфекционные заболевания центральной нервной системы, тоже вызывают экзогенные заболевания. Тоже. Почему? Потому что это внешний фактор – инфекция. Инфекция общая, там, ковид, например, да, модно сейчас говорить, значит, скажем так, он же дает осложнения разные, не только на легкие. И на обоняние, и на осязание, и на вкус, и поражает почки. Ну, и нас это, конечно, не интересует. Нас интересует, что довольно часто после ковида, в рамках так называемого лон-ковид-синдрома, появляются психические расстройства. Какие? Нарушения сна, страхи, депрессия. Не знаю. Наверное, скоро опишут и психотические расстройства. Значит, это тоже экзогенная причина. Цепной тиф, например, который раньше был, вот, в 20-х годах, грипп с высокой температурой, ангина, например, с высокой температурой, значит, она часто у некоторых детей, у некоторых взрослых вызывает галлюцинаторные, такой, делириозные состояния. Монаркоз, вот я недавно читал о делириозных состояниях, приводил пример супругу после операции, легкий такой делирий. Это, конечно, экзогенное заболевание, то есть экзогенная причина. Хотя к стрессу, к стрессу психострессу, там, к, скажем, разводу, к банкротству, к потере имущества, там, к наводнению, стихийным бедствием, с потерей и смертью родных, и близких, и нажитовым, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это психический стресс, значит, это инфекционный стресс, скажем так, белая горячка. Это, конечно, по сути дела экзогенное заболевание, почему? Оно вызывается длительным употреблением алкоголя. Вот я зачитывал делирий на фоне приема у одной молодой дамы, вот, значит, появился психоз или делирий, галлюцинатоз, да, на фоне длительного использования хлоралгидрата. Значит, очень часто психотические расстройства возникают на фоне, ну, скажем так, вот галлюциногены, да, это экзогенное, экзогенное, это экзогенное воздействие. Скажем так, травма, вот травма головы, травма головы, это экзогенное, тяжелая травма головы. Скажем там, там появляется ретроградная амнезия, значит, в остром периоде, потеря сознания, кома, головные боли и так далее. Это экзогенное, конечно, экзогенное воздействие, конечно, экзогенное воздействие. Скажем так, влияние погоды, погоды, это экзогенное, экзогенное, потому что это внешнее воздействие. Влияние, скажем так, космических тел, Луны, фазы Луны, там магнитные, скажем так, геомагнитные возмущения, это экзогенное. Экзогены – влияние температуры, температуры, высокой температуры, низкой – это тоже экзогены. Значит, приблизительно вы поняли, нельзя только говорить, что экзогенное воздействие – это чисто психогенное экзогенное воздействие. Это одно из экзогенных воздействий. А их существует великое множество. Вот то, что я сейчас… Или, например, промышленные яды. Да, есть промышленные яды, которые встречаются, скажем так, в производствах, которые вызывают психотические состояния. Это тоже экзогенные. Но здесь важно, и насколько я правильно понял из этой статьи, а самое главное, значит, там я три раза подчеркал. Вот ключ, вот ключ, вот ключ. Значит, вот что самое интересное. Что? Что? При так называемых экзогенных заболеваниях обязательно имеется эндогенный момент. Они его называют конституционным, я его называю генетическим, то есть предрасположение. Почему? Объясню. Скажем так, мы говорим, что вот промышленные яды вызывают у некоторых личностей, вызывают психозы. Но ведь с этими промышленными ядами контактируют не многие люди, многие, там, скажем, сотни, может быть, тысячи, а может быть, в размерах всего мира даже и десятки, и сотни тысяч, а заболевает какой-то определенный процент. Дальше, алкоголь, алкоголем, алкоголем злоупотребляет какое количество во всем мире, а белую горячку, делилиум, дремес или алкогольный психоз дает какой-то определенный процент злоупотребляющих алкоголем. Тоже касается наркотиков, тоже касается каннабиса, вот, тоже касается, я, правда, не знаю, вот, галлюциногенные, скажем так, субстанции, вот, что они там вызывают. Думаю, что галлюциногенные субстанции у каждого вызывают, но, опять же, все еще зависит и от дозы, вот. Скажем так, есть метеочувствительные люди, есть абсолютно не метеочувствительные, неважно, какая фаза луны, там, магнитная буря, они не дают никаких, скажем так, психогенных или психовегетативных реакций. Значит, или, например, если будем говорить о чисто психогенных, экзогенных стрессовых состояниях, скажем так, потеря работы, развод, многие миллионы, десятки, сотни миллионов во всем мире теряют работу. Ну, не все же заболевают, а какой-то определенный процент, скажем так, вот так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Это расстройство, которое возникает там, предположим, при каких-то экстремальных, длительных или очень коротких, но очень сильных, экстремальных психических стрессах. Скажем так, вот локальные войны в Вьетнаме, самое, значит, вот такое длительное, продолжительное, так, значит, Советский Союз воевал в Афганистане, в Чечне, скажем так, в Ираке и там этих локальных войн и сейчас в Афганистане и так далее, и так далее. Значит, в них принимают участие довольно большие контингенты людей. Все находятся приблизительно в одних, ну, конечно, не все есть, которые в более щадящих условиях, но очень многие в таких экстремально психических, значит, условиях находятся. Значит, но заболевает, опять же, какой-то определенный процент. Ту же температуру, ту же, значит, высокая температура. Сколько людей, сколько детей, сколько взрослых переносят лихорадочные заболевания, ту же ангину, тот же грипп с высокой температурой. Ну, не все же дают эти вот галлюцинозы, не все дают долериозные состояния. Сколько людей переносят, скажем так, наркоз? Опять же, кто-то дает какой-то процент, а кто-то не дает. Отсюда вывод, что это моя точка зрения. И правильно, значит, три раза вот здесь вот в этом коротком переводе подчеркиваю, что для того, чтобы экзогения могла вызвать вот этот эндогенный процесс или вызвать процесс, должна быть эндогенная предрасположенность. У здорового человека, скажем так, почему не все алкоголики дают психотические расстройства? Какая-то часть дает психотические, какая-то часть, значит, у них возникает поражение периферической нервной системы, так называемая алкогольная полиневропатия. А кто-то дает болезнь Корсакова, а кто-то дает delirium tremens, а кто-то дает алкогольный психоз, а кто-то дает там Вернике, вот, синдром Вернике и так далее, и так далее. А кто-то дает, не дает ни полиневрита, ни алкогольного, ни вот этих психотических состояний алкогольного генеза, а дает цирроз печени и умирает от цирроза печени. Какая-то часть, значит, злоупотребляющих алкоголем страдает чем? Панкреатитом, у них возникает острый панкреатит, страшные боли, это страшное заболевание. Значит, получается, получается, что для того, чтобы экзогенный фактор вызвал то или иное поражение органа, ну, мы сейчас говорим о психиатрии, должна быть какая-то лёкус минорис резистенция, то есть место на меньшего сопротивления, именно лежащее в этом органе. А чем она обусловлена? Она, конечно, может быть частично обусловлена, там, травмой, родовой травмой, например, или предшествующей травмой. Если человек перенёс предшествующую травму, значит, головы-то он, естественно, значит, она уже, она уже даёт последствия, которые можно считать эндогенным. То есть вначале это было экзогенное воздействие, тяжёлая травма, сотрясение мозга и так далее. Это, естественно, экзогенное заболевание. Но, если потом возникает какая-то, значит, посттравматическая астения или там посттравматический какой-то синдром, это уже, по сути дела, органика, органическая. Её я рассматриваю как эндогенное состояние, не генетически обусловлено, а обусловлено предшествующей травмой. И вот такой больной на фоне температуры может дать тоже делирий. Значит, делирий возникает у генетически или конституционально предрасположенных к этому заболеванию, скажем так, людей на фоне высокой температуры. Но может и после травмы быть, и после каких-то истощающих заболеваний и так далее и тому подобное. То есть, фацит такой, заключение такое, что в подавляющем, значит, бывают чисто эндогенные заболевания, которые не требуют для своего возникновения в такой грубой форме внешнего воздействия. Экзогенное – это внешнее. Естественно, что там, конечно, наверное, принимает участие эндокринные, скажем так. Но что можно назвать климакс? Это что? Экзогенное? Да, как будто бы экзогенное. Как будто бы экзогенное. Но на самом деле это же не экзогенное. Недаром это называется эндокринные, эндо-эндо – эти железы, понимаете? Железы внутренней секреции. Значит, а я сейчас говорю о чисто экзогенных влияниях. Погода, температура. Температура – это экзогенное. Это инфекция. Алкоголь – это экзогенное влияние. Там хлоралгидрат, наркотики и так далее. Там куча других этих вот, понимаете? Так вот, для того, чтобы вот этот экзогенный фактор вызвал заболевание, нужна эндогенная предрасположенность. Почему? Потому что я уже вам привел. Вот, предположим, произошло стихийное бедствие. Землетрясение. Там в городе пострадало в той или иной степени 20, 30, 40 тысяч людей. В каком плане? Кто-то потерял имущество, кто-то потерял все имущество еще и родных и близких. Естественно, все они переживают какую-то короткую физиологическую шоковое состояние, которое длится там от часов до нескольких суток. Но потом, если нет этой эндогенной предрасположенности, нет этой подкладки эндогенной, вот, конституциональной, генетической, как хотите назовите, для меня это одно и то же. Это только жонглирование терминологией. То, естественно, через несколько часов, через несколько суток такой человек немножко оклемается, он выйдет из этого шокового состояния. Естественно, он будет страдать, он будет угнетен. Угнетен, нормально угнетен, как здоровый человек угнетен, если у него случился пожар и сгорело имущество. Или его, значит, конфисковали имущество, или забрали квартиру, потому что он не выплатил банку очередной взнос и так далее. Это нормальная реакция, он не будет счастлив. Но они не заболеют длительной, вот. А какой-то процент, какой-то процент после перенесенного вот этого стихийного бедствия, после потери имущества, после потери родных и близких, вот, он заболеет. Заболеет, так называемым, посттравматическим стрессовым расстройством, вот, там в виде эмоциональных расстройств, в виде тревоги, в виде депрессии и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот те, кто заболеет, не в течение, там, шоковая реакция в течение нескольких часов или нескольких суток, а длительной будет, уже все это озвучит, уже все восстановится, ну, за исключением оживления погибших родных и близких. Вот. А он будет продолжать болеть годами. Значит, у этого человека имеется предрасположение генетическое, конституциональное, как хотите, так и назовите. Вот, как я вижу, вот эти взаимоотношения между экзогеном и эндогеном, то есть, эндогенное присутствует всегда, даже оно присутствует и в экзогенных заболеваниях. Таким, арест. Вот, тут вот есть Бурханский такой, Николай Павлович, вот он, Апервединский, вот, профессор, они, специалисты, описывали вот эту судебную психиатрию и так далее, и так далее. Вот, они описывают эти психозы тюремные, психозы заключенных и так далее и тому подобное. Значит, сколько людей попадает под заключение или в заключение, последствия и так далее, не все дают психозы. Абсолютно не все, какая-то часть дает психозы. Не будем считать симулянтов, которые симулируют специально, чтобы, так сказать, избежать наказания. Вот вам и все. А заболевают те, у которых имеется эндогенное предрасположение. Вот так я вижу отношение эндогенного, экзогенного, то есть, в каждом, в каждом заболевании имеется эндогенное начало. Только в эндогенном это чисто, сильно выражено, вот, оно почему-то, почему-то, значит, провоцируется иногда без экзогенных факторов. А при экзогенных душевных расстройствах, значит, этот экзогенный фактор падает на хорошо подготовленную почву. Ну, скажем так, на черноземную почву. Если бросить зерна, там, ржи, пшеницы, значит, брось на скалистую почву. Всходы будут нищенские, жалкие, а брось ее на хорошо удобленную, или хорошо подготовленную, или на черноземную, да, пышные всходы. Вот так и тут происходит. Вот так я это вижу, вот так я понимаю, не знаю, так это, не так это, но я это так понимаю, и думаю, что, наверное, так оно и есть. Почему? Потому что даже в этом кратком переводе трижды упоминалось о том, что экзогенное, оно обязательно сочетается с конституцией. Конституция – это и есть эндогенное. Ну, вот так. На этом я, доктор Джордж Горбатов, заканчиваю чтение и комментарий к этой статье, интересной статье. Ну, такой, скажем так, малоинформативной его, такой спорной, полемической его. Вот я думаю, что мой комментарий более краткий, может быть, не такой наукообразный, там, не подкреплен там какими-то студиями и так далее, и так далее. Ну, он, по крайней мере, понятен будет для каждого, в том числе и для меня. И на этом прощаюсь с вами, как всегда, благодаря вас, мои уважаемые подписчики, слушатели, за проявленный интерес и внимание к чтениям. И до следующей встречи. Спасибо и до свидания.